Хей, на связи Виталий Старк и это проект Блэк Раша. Давайте наберем на этом ролике 150 лайков, чтобы вышла новая серия. А это будни сотрудников СИН. Погнали! Итак, давайте сейчас напишем нашим пацанам в машину. Так, кто вы? Коллеги. Итак, садимся в газельку в СИНа, на которой мы поедем за преступниками в УМВД в Южный. Я думаю, поездка будет очень веселая, но мне придется обрезать видео, потому что вам будет скучно смотреть, как мы просто тупо едем. Но сейчас тот момент, который нужно заснять, я обязательно вам покажу. Это, само собой, выезд из тюрьмы в СИНа. Так, погибикаем. Отлично, машинка открылась и мы выезжаем из территории. Так, еще одни ворота, бегу дочек и замечательно. Все, мы отправляемся за особо опасными преступниками, ребята. Надеюсь, вам эта рубрика будет заходить. В принципе, рубрика «Заключенный» уже почти что полностью отснята. Поэтому это будет новая экшн-рубрика, которую вы будете тоже любить, потому что здесь будет происходить экшн-контент благодаря вам за ваши лайки и подписки. Так, ребята, мы уже подъезжаем к УМВД. Светофор, поворотничек давайте включим по правилам. Какой я правильный? И мы уже близки к тюрьме УМВД. Блин, красный светофор. В смысле красный? Нам дороги должны быть зелеными, а вы красный заставляете нас стоять. Так, желтый, зеленый. Все, можно отправляться. Поворотничек. Отлично, прям мы тру-РПшники. В принципе, наша задача сейчас взять зэков и отправиться с ними в тюрьму в Сино. Так, место для загрузки заключенных. Давайте сюда машину припаркуем. И все, в принципе, мы ее припарковали. Теперь спокойненько можно вылазить и идти за тюремщиками. Так, стопэ за мной. Все, побежали за мной, мои коллеги. Кстати, я вам не сказал, что я лейтенант в СИН. Это лейтенант Федеральной службы исполнения и наказания. Так, мы находимся в УМВД. И давайте сразу посмотрим, есть ли кто-то в тюрьме. Ну и, само собой, посмотрим, кого же нам забрать. Кто же здесь особо опасный преступник? Итак, давайте у него спросим. Ваш срок более трех лет по РПшечке? Если у него более трех звезд, мы его, само собой, заберем. Да, говорит, да. Ну, ладно, все. Давайте пойдем и посмотрим, кого нам можно забрать с собой. Желающих очень много, на самом деле. А это два. Давайте заберем парнишку. Игрок уже находится в КПЗ. Ага, значит, у него меньше положенных звезд. Давайте посмотрим другого. Улан, так, выбрать. Так, ладно. Давайте посмотрим, кого мы все-таки там посадили. Побежим теперь к машине. Надеюсь, пацаны за мной бегут, мои. Вот, давайте быстренько. О, говорит пацанчик. О, о, пацана, кого-то засадили. Так, значит, к нам сиди и не рыпайся. Вот так вот. Понял меня? Понял? Уважаемый. Не нужно со мной в шутке шутить. Здорово всем, здорово. Подписчики. Подписчиков встретил. Замечательно. Как обычно. В машину, парни. Быстренько залазим и сейчас поедем. У нас особо-особо опасный... Особо-особо, да-да-да. Это могу и только я так говорить. У нас особо опасный преступник в машине. Выезжаем, ребята. Так, задний ход и поехали от Седуго. Быстренько выезжаем налево и погнали в сторону тюрьмы. Сейчас мы его обязательно довезем до тюрьмы. Я обязательно, кстати, еще и штраф получил. Сообщу в рацию о том, что мы едем с особо опасным преступником для того, чтобы они сделали защитный барьер около территории ВСИН для защиты. Мало ли, его там будут поджидать его сородичи. Так, ребята. Мы уже находимся на дороге около ВСИНа. И посмотрите, какая там защитная бригада. Просто посмотрите. На посту стоят охренеть уазы. Обалденно. Блин, это круто. Патриоты стоят. Смотрите, они охраняют проезды к территории ВСИНа. И это на самом деле добавляет какой-то крутой ситуации. Прям экшен. И извиняюсь, что я по встречке ехал и сбил только что... Ой, что это машина там стоит? Сбил мотоциклистов. Но ничего страшного. Мы едем для того, чтобы нам посадить этого заключенного особо опасного. Посмотрите, сколько здесь выстрелилось народу. Обалдеть. А вон стоит и подполковник. Подполковничек. Так. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте поздороваемся с ним. Пожмем ему руку. 213. Доминика Блэк. Это вот подполковник ВСИН. Привезли ООП. Ну, особо опасного преступника. Так. Все готово. Замечательно. Все. Выгружайте мне, сказал он. И давайте сядем в машину. И отправимся на выгрузку особо опасного преступника. Побибикаем. И можно спокойненько сейчас проезжать далее. Преступник у нас сидит. Все отлично. Кстати, ребята, если вы заметили, что у преступника не пишется даже его фарма и ник. Мы его не видим. Но он на самом деле сидит в нашей каталажке. Потому что мы сейчас подъедем и вы увидите все. Посторонний на территории. Почему? Что он здесь забыл? А, все. За ним бегут. Хорошо. Тогда я там не нужен. Все. Поехали заключенного сдавать в наши ряды. Для того, чтобы он здесь понял. То, что нарушать ему не стоит. Потому что обращаться с ним будет нехорошо. Так, побибикаем. Все. Вы успешно поместили одного заключенных в тюрьму. Отлично. Просто замечательно. Теперь давайте припаркуем машинку. Газельку вот сюда. Чтобы потом поехать за другой партией. Вот. Итак, товарищ подполковник. Пойдемте осмотрим заключенных. Для того, чтобы как бы немножко посмотреть вам всю суть работы ФСИНа. На самом деле она работа очень интересная. Нам нужно следить за заключенными. Следить для того, чтобы они спали. Делали вовремя отбой. Чтобы ночью не шашцали. Также, чтобы они не раскидывали малявы. И, само собой, не дрались. В камере темную не устраивали. Бунты. И много всего. Я вам обязательно это все буду показывать. Так, куда это заключенный бежит? Время. Время ты видел? Час ночи. Эй. Давайте за ним сейчас рванем по-быстрому. В смысле ты куда-то побежал? Сейчас был отбой. Ё-моё. Не время работать. Не время. Так. Давайте сейчас биндер. Здравствуйте. Я сотрудник ФСИН. Лейтенант Старк. Все, я лейтенант Старк. Понятно? В камеру его. По-быстрому. По-быстрому в камеру его. Че он здесь гуляет? Непонимающий. В принципе, даже его можно в карцер посадить, если он не будет слушаться. В камеру его. Парни. Почему вы не слышите? Давайте по-быстрому. Жене сгущенки хочу купить, говорит нам заключенный. Жене, да тебе еще сидеть здесь очень долгое время. Какой жене? На свидание только. Так. Все. Отлично. Мы его повели. Пришлось одеть ему наручники. Иначе он просто по-другому не понимал. И теперь, благодаря тому, что мы через наручники его ведем, побежал. Че ты идешь еле-еле? Побежал. Ё-моё. Еле-еле идет он. Вот. Из-за того, что он плохо себя вел, пришлось его нам вести с помощью наручников. За собой. Итак, мы... Опа. Еще кто? Был. Отбой. В смысле, еще один вышел. Вы в камеру бегомно. Живо. Непонимающие люди, если честно. Да. Конечно, да. Ё-моё. Конечно, да. Еще и спрашивает. Эй, ты куда побежал-то? В камеру? В камеру вот здесь. Дверь. Вот, видишь? Входи. В камеру. Че, не понимаешь, что ли? Обалдеть. Какие-то непонятные люди, если честно. Живо. Блин, я как не русский пишу. Живо в камеру. Все. Бегом. Блин, придется их, я чую, сейчас заводить в камеру. Обалдеть. Почему они такие неадекватные? Ведите себя поадекватнее, ребята. Ну, ё-моё. Блин, фиг ли вы стоите? Заходим. Алё. В камеру. Живо. Ну, ё-моё. Иначе в карцер посадим. Вот так вот. А карцер это четыре стены. В предыдущих моих роликах вы можете посмотреть, что такое карцер, когда меня туда посадили. Это было что-то с чем-то, на самом деле. Так, в принципе, они забегают в камеру. И посмотрите, как его шарашат. Обалдеть. Ему очень плохо. Так, давайте, заходите. Долго еще мы будем вас ждать. Товарищи сотрудники, заходите быстро. Ё-моё. Почему вы не слушаетесь? Так. Стоп. Попробуем наручники ему снять. Может, он в наручниках из-за этого зайти? А, все, там сняли его наручники. Он, в принципе, сейчас может спокойно зайти в камеру. Давайте туда зайдем сейчас, вовнутрь. Посмотрим, что здесь. Вроде бы все чисто, если не считая... Так, где спишь? Сейчас еще место проверим, ё-моё. Где спишь? Ох, вот это просвещение в настоящие ряды заключенных. Смотрите, как он его бьет дубинкой. Так будет с каждым, кто не будет слушаться. Ага. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok